Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаева-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась двухсторонняя рабочая встреча главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и председателя правления ПАУ «Газпром» Алексея Миллера. Стороны обсудили мероприятия по дальнейшей газификации республики. В рамках встречи Рашида Тимрезова и Алексея Миллера было отмечено, что реализация программы развития газоснабжения и газификации Карачаева-Черкесии идет по графику. Так, одним из реализованных в 2021 году мероприятий является технически сложный проект строительства газопровода от газораспределительной станции Карачаевск до Тиберды. Трасса пролегает по труднодоступным территориям через ущелья, реки и скалы. В результате реализации проекта возможность подключиться к сетевому газу получили более 4000 домовладений. В настоящее время «Газпром» разрабатывает проектную документацию, в частности для строительства шести межпоселковых газопроводов, что позволит газифицировать 19 сельских населенных пунктов в Карачаевском и Урубском районах. Рашид Тимрезов проинформировал Алексея Миллера о ходе реализации программы социальной догазификации на территории республики. По всем обсуждаемым вопросам Карачаева-Черкесия нашла поддержку со стороны руководителя «Газпрома». В частности, дано поручение о сокращении сроков проектирования и строительства газопровода в Учкуланском ущелье Карачаевского района и запланировать его к вводу в эксплуатацию до 2025 года, сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Наш земляк, депутат Народного собрания Республики, участвующий в специальной военной операции, Марат Кумуков за успешное выполнение боевого задания представлен к награде «Орден мужества». Он отправился на Донбасс добровольцем еще в июле, не раз проявил себя при выполнении боевых задач. В составе штурмовой группы Марат Кумуков уничтожил пулеметный расчет противника и обеспечил проход группы вперед. Также он выявил позицию диверсионно-разведывательной группы противника, которая была уничтожена. И сейчас Марат Кумуков принял решение продолжить службы по защите нашей страны и мирных жителей Донбасса и освобожденных территорий. В рядах депутатов от партии «Единая Россия» уже десятки добровольцев, которые готовы участвовать в спецоперации. С 1 июля вступили в силу поправки закона о дачной амнистии. Кто может воспользоваться этим правом? Какие земельные участки и дачные дома подпадают под действие закона? О нюансах упрощенного порядка оформления документов на собственность рассказали в региональном управлении Росреестра по Крачево-Черкесии. Подробности в репортаже Артур МХЦ. Что необходимо в первую очередь знать о поправках в дачную амнистию? С 1 июля у людей появилась возможность оформить в собственность дом или землю под индивидуальную жилую застройку даже в том случае, если нет правоустанавливающего документа на сам участок. Дачная амнистия 2.0 нацелена на то, чтобы направлено на те земельные участки и жилые дома, где человек не может подтвердить право собственности на земельный участок, но может какими-то документами подтвердить свое право распоряжения пользования жилым домом. К заявлению необходимо приложить документ, что человек является собственником дома, а также какое-то свидетельство, что люди пользовались и распоряжались этим имуществом. Например, квитанции об оплате коммунальных услуг, данные о прописке в домовладении и так далее. Жилой дом должен быть построен до 14 мая 1998 года. Почему именно эта дата, в эту дату вступила в законную силу Городостроительный кодекс в свое время? Что же нужно делать гражданам для того, чтобы воспользоваться упрощенным порядком дачной амнистии 2.0? Обратиться в органы местного самоуправления. Что нужно для того, чтобы обратиться в органы местного самоуправления? Это в первую очередь земельный участок должен быть в государственной или муниципальной собственности, на котором стоит их дом, который построен до 14 мая 1998 года. Какая же техническая документация нужна человеку, чтобы подтвердить, что этот жилой дом, здание, сооружение жилое было построено до 14 мая 1998 года? Это документ, подтверждающий государственный технический учет или инвентаризация жилого дома, которая была произведена до 1 мая 2013 года. Но почему это важно для самих людей? Дело в том, что в советское время частная собственность на землю отсутствовала. Нередко четкие межевые планы и границы таких участков не оформлялись, что создавало некоторые проблемы при проведении, например, коммуникаций или разграничений собственности. Дома строились на основании разрешений. Допускалась прописка жителей. Однако право собственности нередко не оформлялось. И получалось, что здания и огороженные участки, существуя и кому-то принадлежа фактически, юридически оставались ничейными. Даже совершить по ним сделку можно было только с помощью суда, в ходе которого устанавливался правовой статус. Теперь же все эти нюансы постарались учесть. Артур Махцель, Бастанов, Расул Бердиев. Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Артур Махцель, Бастанов, Расул Бердиев. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, а днём 21-26 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днём 24-26 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Тиксиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на всё. Наличные и безналичные расчёты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Работаем каждый день без выходных. 2 и 3 октября приём ведёт доктор медицинских наук Марк Гальперин. Успейте записаться. Ставрополь, Карла Маркса, 4. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Мы продолжаем наш выпуск. Члены регионального штаба Народного фронта в Крачево-Черкесии проводят мониторинг по результату благоустройства городской среды. Составляют акты по недостаткам и предписанию по их устранению. Все документы дублируются и держат на контроле в штабе Народного фронта, так как не всегда подрядчик исправляет ошибки, которые порой несут угрозу здоровью. Такая ситуация сложилась в Черкесске по улице Гагарина, 26. Альбина Ламкова увидела, насколько качественно выполнены работы по благоустройству двора. Мечей уже порвано больше, наверное, 25. Мы примерно считали. Лично мой сын умудрился здесь 7 мечей порвать. А это от 500 рублей и выше. И несколько мечей он порвал буквально в первый же момент, как только он пошел купил, ударил один раз, и было потом море слез. Сын у меня даже форму футбольную себе купил в надежде развивать себя в этом направлении, но не вышло. Действительно, по всему периметру спортивной площадки и сетки выступают жесткие штыри. Можно с уверенностью сказать, что занятия спортом на этой территории приведут не только к материальным затратам, но и к получению травмы, хотя обновление площадки было долгожданным. Мы обратились в адрес главы Карачао-Черкесской республики. Глава республики пошел нам навстречу. И в итоге, в общем, мы получили площадку спортивную. Ну, как говорится, в любой бочке меда есть ложка и значительное дегтя. В этом же году по программе благоустройства городской среды по улице Гагарина провели ремонт дворовой территории. По окончанию проведенных работ члены регионального штаба Народного фронта осуществили мониторинг. В результате был составлен акт по выявленным недостаткам. Затем документ был направлен к заказчику в марию Черкеска. Недочеты по сей день не устранены. Однако такая ситуация не у всех. Заказчики стараются исправить ошибку сразу. Скажу так, что ситуация оставляет желать лучшего, потому что, как и в 2021 году, дворы делаются некачественно. Будем добиваться, как и в 2021 год предыдущий, мы не оставим. Все должно быть выполнено. Тем более, что у подрядчика, по вот таким замечаниям, даже есть два года гарантии. Что-то сломано не жильцами, а изначально был дефект в оборудовании или в установке. Жители дома по улице Гагарина все же надеются, что спортивная площадка будет доведена до логического завершения. И на ней можно будет безопасно заниматься спортом. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Веси, Карачаево, Черкесия. Время собирать камни, да только необычные, а уникальные по своей структуре и возрасту происхождения. Речь идет об аммонитах, органических окаменелостях, которые 410 миллионов лет назад, будучи моллюсками, плавали в бескрайних водах Мирового океана. Для чего их выискивает и собирает житель аула Красный Восток Юнус Матков, и как у него получается вдохнуть новую жизнь в древней моллюске, узнавала Фатима Даурова. Пока циркулярная пила набирает обороты, мастер-самоучка Юнус Матков примеряет этот круглый кусок септарии или черепашьего камня, как обычно его называют в просторечии. Каждый надрез просчитан до миллиметра. На срезе этот камень обладает уникальным живописным рисунком, который напоминает панцирь рептилий. Это один из элементов конструкции, где главным материалом служат аммониты. Свой первый аммонит скульптор нашел в 2004 году, совсем случайно прогуливаясь по руслу местной речки. Предшествующее этой находке масштабное наводнение, накрывшее Карачаево-Черкесию в 2002 году, размыло берега маленькой речки и в кое-каких местах проявились окаменелые останки древних моллюсков. Наткнулся я на него, кусок большой скалы обвалился, и он прямо торчал в этой скале посередине. По неопытности я его начал неосторожно так добывать, зубилом начал выковыривать и поломал. Он примерно был сантиметров 50 идеальной формы. Опыт обращения с деликатным материалом мастер наработал позже, часами обрабатывая камень и доводя его до совершенства. Аммониты – уникальный случай перехода материи из мира органики в царство минералов. Для данного процесса понадобилось много миллионов лет, но факт остаётся фактом. Эти существа стали нашими современниками, но уже в виде ископаемых минералов с различными химическими, физическими и даже, как считают некоторые, магическими свойствами. Вот это у меня очень редкий аммонит. Это называется гетероморфные аммониты, которые под воздействием чего ещё учёные не выяснили, меняют свою форму. Они бывают очень разных форм. Вот он у нас. Сейчас в процессе реставрации будет выглядеть вот так. Это для гетероморфа размер очень большой. Редко попадаются таких размеров 35 сантиметров. Авторская коллекция столов с древними моллюсками, специально выставленная для съёмочной группы, украшает двормастера. Каждый из них – произведение искусства с привкусом долговечности, символ времени и идеального союза культуры и истории. Технически сложный процесс превращения плавно переходящей в композиции из аммонитов для украшения и гармонизации интерьеров. Материал, из которого они сделаны, вот эта столешница, материал называется септария. Они тоже водятся в наших краях и по всему Кавказу. И вот таких больших размеров, что можно будет журнальный столик из него сделать, очень редко попадаются. Это минерал столешница, а это окаменелость. Когда-то был моллюск, живой морской обитатель. Вот так в случае нашего героя неожиданная находка переросла в увлечение, а увлечение в мастерство и профессиональную деятельность. Но хотя наш край богат этими древнейшими окаменелостями, их всё реже и реже стали находить. Сейчас в основном автору материал поставляют из Кабардино-Балкарии и Дагестана. И тем ценнее становится каждый экспонат, который обладает уникальным и изысканным дизайном. Фатима Дурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия, Красный Восток. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!